Неплохой матч мы провели. Пытались атаковать много. Где-то, может быть, небольшое преимущество было в первом периоде у хозяев. Но я думаю, что мы выстояли. Одно из самых главных тоже было для нас, потому что мы последние матчи очень неудачно начинали. Сегодня все это дело подправили. Но надо бороться с этим неоправданным удалением, которое есть. Но, наверное, то большинство, которое у нас было, имели хорошие возможности, но не реализовали. Были возможности атак, но шайба не доходила от ворот. И, к сожалению, не получилось. Но каких-то больших претензий к ребятам сложно предъявить. Они понимали, что был неудачно сыгран прошлый матч. И сегодня совсем другой активный, быстрый. Старались, играли друг на друга, друг за друга. Но чуть-чуть не получилось. Можно ли сказать, что у вас есть, ну, по крайней мере, на данный момент по чемпионату, есть какое-то проклятие первого периода, что ли? Потому что... И вот сегодня тоже не додержали 11 секунд. Ну, там опять удаление было. В большинстве хозяева сыграли, забили хороший, а не гол. Но тут проклятие не первого периода. Проклятие, наверное, можно так выразиться, первых минут матча. Первых минут матча. Вот и прошлая игра 4 минуты. Позапрошлые было. Тоже за 9 минут мы в Перми пропустили 3 шайбы. То есть, ну, такие, да, немножко неудачно начинаем. Пытаемся проанализировать, что получается или почему это получается. Но вот сегодня уже в этом аспекте сделали шаг вперед. Но забили все-таки в первом периоде. Но это была игра в большинстве. Хороший матч. Действительно был и сложный. И остановка игры, которая случилась из-за разбитого стекла, да, она тоже внесла определенные коррективы. Сложно входить во второй период было после такой длинной паузы. Но я бы сказал, что обе команды играли хорошо. И, наверное, ключевой момент – это игра в неравных составах. Нам удалось забить два гола. В меньшинстве выстояли хорошо. Ну, и вратарь отыграл здорово. Но опять же были удаления. Там 3 на 5 играли в меньшинстве. Работаем мы над этим компонентом? Ну, знаете, в данном случае это несчастный случай, когда Савчик выбросил шайбу с лету. Да, там случайно все произошло. Поэтому это удаление мы прощаем. Можете теперь с уверенностью сказать, что реабилитировались после вчерашнего поражения, точнее предыдущего. Игроки сами после той игры обещали реабилитироваться и наконец-то сдержать слово? Ну да. Всегда после поражения. Всегда хочется быстрее одержать победу, чтобы забыть предыдущий неудачный матч.